Готовность медицины к новой волне ковид, обеспеченность необходимыми ресурсами, меры по противодействию распространению инфекций, темпы вакцинации. Самые важные аспекты борьбы с коронавирусом сегодня обсуждают во Дворце Независимости. Детальный анализ работы системы здравоохранения в условиях четвертой волны ковид проходит при участии президента. На связи со столицей по видеосвязи вся страна. Сегодня в мире фиксируют подъем заболеваемости коронавирусом. Беларусь не стала исключением. Антирекорды приносит штамм Дельта. Медики уповают на простые меры защиты – маски и соблюдение социальной дистанции. Остановить ковид помогает вакцинация. Чуть менее двух миллионов белорусов уже прошли полный курс. Но Александра Лукашенко интересует стратегия дальнейшей работы. В частности, какая помощь нужна медикам всех уровней? Какой климат в коллективах медиков? И каковы прогнозы по заболеваемости к зиме? Сверить позиции по всем регионам важно, чтобы не упустить контроль над ситуацией. Давайте сверим часы и посмотрим, что мы сделали и что делаем на сегодня. Что нам еще не хватает? Первое – ресурсный потенциал здравоохранения. Конкретные проблемы, с которыми столкнулись. Что сделано и какая нужна помощь? Это главное. Будет система работы здравоохранения, будут врачи, заточены под лечение людей. Мы это преодолеем. Будем болтать, заниматься болтологией, мы ничего не сделаем. Второе. Уровень ожидаемый к зимнему периоду заболеваемости населения ковидом. Какие первоочередные меры по противодействию распространения предпринимаются? Как приходит вакцинация населения? Еще раз хочу подчеркнуть. Несмотря на мое негативное, жесткое отношение к напряжению людей, маски эти и прочее, вакцинироваться нужно. Я никогда против этого не был. В противном случае, на ваших же глазах, особенно министра, зачем я с Путиным договаривался, чтобы мы получили этот спутник? Россия же себе еще только начала их поставлять и нам поставила этот препарат. Так? Вакцину. Потом я попросил, чтобы у нас разливали эту вакцину. Потом мы посмотрели, посмотрели, сделали вывод. Это были мои слова, что мы будем жить с этим ковидом. И нам нужна вакцина своя. Поэтому мы уже сегодня завозим оборудование для производства по полному циклу собственной вакцины. И эту вакцину мы уже получили. Она у нас есть в пробирках. И ее надо сегодня произвести. Но для этого надо самое современное оборудование. Мы оснащаем свой завод по производству вакцины. Надо же говорить о том, что президент был против вакцинирования. Нет. Но чтобы я абсолютно был убежденным человеком в этом плане. Нет. Но я не специалист. Я не могу запрещать вакцинировать людей. Но и напрягать вы людей не будете. Сегодня ситуация под контролем, заверяет Минздрав. Ежедневно об уровне заболеваемости и лечении пациентов с ковид докладывает президенту. К очередной ковид-волне в Беларуси тщательно готовились. Минздрав принимает все необходимые меры по своевременному лечению больных. И призывает людей быть ответственными за свое и здоровье тех, кто рядом. Однако Александр Лукашенко обращает внимание, что на местах часто перегибают палку. В том числе штрафуя людей за нарушение масочного режима. К обсуждению ситуации с коронавирусом подключились и представители здравоохранения в регионах страны. Специалисты сходятся во мнении, что вакцинация дает возможность избежать реанимации. Также соблюдение масочного режима, социальной дистанции и прививки – это то, что позволяет сдерживать распространение коронавируса. Госпитализация последнюю неделю немножко стабилизировалась, но все равно госпитализация превышает над Винпельской. Достаточно большое количество, по сравнению с предыдущими волнами, тяжелых пациентов реанимации. Хочется отметить, что провакцинированные у нас болеют, но по Витебской области это 2-3% от всех, которые находятся на госпитализации. В реанимации единичные случаи до аппаратов ИВЛ и летальных исходов у нас не доходило. Спасибо. Спасибо. Спасибо.